Путин вмешивается в президентские выборы в США. Накануне начальник Кремля заявил, что давно не общается с лидерами западного мира. Мы давно не созваниваемся с представителями некоторых государств Европы и Соединенных Штатов. Но вот между прочим, Путин заявил, что поддерживает на выборах Камалу Гаррис, претендента от демократов. Она так выразительно и изразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. Мол, она наследница Джо Байдена, а значит, нравится Путину. Фаворитом, если можно сказать, был действующий президент, господин Байден. Вот его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать господину Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Вместо этого Путин, на удивление, наехал на Дональда Трампа, которого часто, наоборот, называли кандидатом с пророссийскими взглядами. Этот Трамп, он же ввел столько количества всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. Он понадеялся, что Камала Гаррис в случае победы будет мягче. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздерживается от действий подобного рода. Казалось бы, эта риторика Путина – типичное пустословие, которым он часто злоупотребляет. Ну вот то, что в Штатах происходит, вы-то все прекрасно знаете, что там происходит. Но эти высказывания настолько нашумели в Америке, что в Белом доме официально призвали это прекратить. Вашингтон призвал Москву прекратить вмешательство в президентские выборы в США. Представитель Белого дома Джон Кирби раскритиковал публичное заявление Путина о поддержке определенных кандидатов. То есть слова Путина восприняли как агитацию или же как попытку ударить по рейтингу Камалы Гаррис и таким образом подыграть Трампу. Насколько Путин скоординированно высказал данную точку зрения, конечно же, история, я думаю, будет умалчивать и далее. Но политтехнологически, конечно, Трамп это использует по максимуму. Накануне стало известно, что Гаррис опережает Трампа в соцопросах. Гаррис опережает Трампа в четырех ключевых штатах. Опрос в СНН. Разрыв небольшой. Приблизительный отрыв составляет около трех процентов в их рейтингах. И, кстати, обращу внимание, что снятие Кеннеди как альтернативного кандидата, который снялся в пользу Трампа, практически не принесло никакого позитива Донни, несмотря на определенные...